Андрюша, ну? Срезался, начисто. Ни на еду вопрос не ответил. Нуль, всё. Ты же неплохо знал. Траурные венки и гирлянды складывайте в ту комнату. Что ты теперь думаешь делать? Удавлюсь. Ты что, не выпил или? Сто грамм. Петя, Петя! Всё. Конечно, он провалился. Что ты думаешь делать дальше? Не знаю. Но всё же, тебе не стыдно твоих товарищей? Чего тебе не хватает? Ума. Вот мать говорит, что есть возможность устроиться в рыбной, пойдёшь туда. Почему в рыбной? Больше некуда. Я всё облегала. Я не хочу в рыбной. А тебя не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Мы думаем о том, чтобы ты в люди вышел и считаться с твоими капризами больше не намерены. Перейдёшь на будущий год в другой, если поумнеешь. Когда ты поступал на географический факультет, ты какой институт про запас держал? Андрей, как ты разговариваешь с отцом? Прежде чем пойти учиться, я четыре года проработал с геологическими партиями. Простым чернорабочим начал. Я стремился к своей специальности. Добивался. Ты глуп. Ты ничего не понимаешь в жизни. А я не хочу понимать того, что понимаешь ты. Петя, он пьяный? Не пил. И не буду пить никогда. Вот если в люди начну выходить, обязательно попивать стану, так и знай. Здравствуй, Гадя. Здравствуйте. Андрей, верни тетрадки по физике. Ага, точные науки понадобились. Можешь не радоваться, экзамены сдаю прилично. Сдавай, сдавай, на горе трудящимся. Анастасия Ефремовна, зачем это вам потребовалось у отца записку клянчить, да еще слезу пускать? Ладя. Не смей так с матерью разговаривать. Тетради отдай. Пошел вон. Эй, прохвост, примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтении. Провались ты с ними. Поехали. Петя. Ну? Андрей, я предоставляю тебе полную свободу выбора. Решай все сам. Что? Это как его понять?